Денис Берри И слышал, как за ним пришли Слышал его душераздирающие крики Крестьяне и полиция графства Мэтт не нашли ни Берри, ни остальных Хотя искали долго и упорно Я же после всего случившегося Содрогаюсь от ужаса всякий раз при квакании болотных лягушек Или если в безлюдном месте на меня вдруг Хлынут потоки лунного света Хорошо зная Дениса Берри еще по Америке, где он разбогател Я радовался, когда он выкупил свой родовой замок у болот в сонном местечке Килдери Там были его корни и ему хотелось пожинать плоды своего богатства среди родных стен В давние времена его предки владели Килдери, построили там замок и счастливо жили в нем Но все это было Много воды утекло с тех пор Замок пришел в полное запустение Вернувшись в Ирландию, Берри часто писал мне, рассказывая, как постепенно башня за башней Возрождается древняя постройка По ее стенам снова, спустя много веков, побежал Плющ А крестьяне не устают благодарить его за то, что он вкладывает капиталы в процветание родных мест Но потом все изменилось Крестьяне перестали благословлять моего друга И, напротив, бежали от него прочь, как от зачумленного Тогда-то Деннис и послал мне письмо с просьбой навестить его Он очень одинок в своем замке, даже поговорить и не с кем Разве что с новыми слугами и рабочими, выписанными им с севера страны Когда я приехал, Берри сказал мне, что всему виной близлежащие болота В Килдере я прибыл на закате Заходящее летнее солнце еще золотило зелень холмов и рощ А также синеву болота, освещая диковинные древние руины на отдаленном островке Закат был прекрасен, но крестьяне в Болилоу уже успели отчасти обратить меня в свою веру Заверив, что Килдере проклят И я с опаской взирал на пылающие в вечернем золоте башенки замка Я приехал из Болилоу на посланной за мной машине Поскольку Килдере находится в стороне от железной дороги Крестьяне, старавшиеся держаться подальше и от автомобиля, и от его водителя-северянина Видя, что я еду в Килдере, все же не удержались и предупредили меня об опасности А вечером, уже в замке, Берри рассказал мне, в чем дело Крестьяне покинули Килдере из-за того, что Деннис Берри решил осушить большое болото Несмотря на свою любовь к Ирландии, американские уроки не прошли для него даром И ему притела мысль, что прекрасная земля пропадает под водой зря Ведь и торфянник, и саму землю можно использовать с умом Связанные с болотом легенды и поверья он не принимал всерьез Его лишь позабавило, когда крестьяне сначала отказались участвовать в работах А потом, увидев его упорство, прокляли своего хозяина И ушли в Болилоу, захватив только самое необходимое Тогда Берри пригласил работников с севера А когда замок покинули и слуги, ему опять пришлось выписывать новых людей Теперь его окружают одни чужаки От того-то, почувствовав себя одиноко, он и вызвал меня Услышав в подробностях, чего испугались жители Килдере Я от души посмеялся вместе с моим другом Очень уж нелепыми казались их страхи, связанные с поверьем о болоте И его угрюмом страже, дух которого якобы жил в тех самых древних развалинах Которые я видел на закате Ходили также толки о пляшущих в темноте огоньках О ледяных порывах ветра в теплую ночь О призраках в белом, парящих над водой И каменном городе, сокрытом под зеленой ряской болота Крестьяне были убеждены Человека, который осмелится нарушить покой этих мест Или осушить бескрайнюю топь Ждет возмездие Некоторых тайн, говорили крестьяне, касаться нельзя Эти тайны существуют с незапамятных легендарных времен Когда детей Порталана постигло несчастье В книге завоевателей говорится, что эти сыны Греции погибли в Толоте Но старики из Килдери утверждали, что один город был все же спасен Покровительствующей ему богиней Луны Которая укрыла его в лесной чаще на холмах И тем спасла от немецких завоевателей Прибывших на 30 кораблях из земель скифов И такие вот басни заставили крестьян покинуть Килдери Теперь меня более не удивляло намерение Денниса Берри Не считаться с этими бреднями Сам он, кстати, испытывал глубокий интерес к древности И после осушения болота собирался тщательно исследовать эту местность Он часто посещал руины на острове Возраст их был, очевидно, солиден Архитектуры они отличались от других древних сооружений Но из-за нынешнего ужасающего их состояния Трудно было понять, что представляли они собой в период расцвета Работы по осушению должны были вот-вот начаться И приезжие из севера готовились очистить таинственное болото от мха и красноватого вереска Уничтожить крошечные полные ракушек ручейки И спокойные голубые глади, заросшие камышом После всех перипетий дня я устал и хотел спать Была уже глубокая ночь И я с трудом дождался, когда Берри закончит, наконец, рассказ Слуга проводил меня в отведенную мне комнату В одной из отдаленных башенок Из ее окон просматривались деревня Поляна на краю болота А дальше и само болото В лунном свете я видел спящие дома В которых коренных жителей сменили наемные рабочие с севера Церквушку со старинным шпилем А вдали, за сонной топью Таинственно поблескивали древние руины на островке Погружаясь в сон, я услышал Или мне почудилось Слабые отдаленные звуки свирели Диковатую, какую-то первобытную мелодию Эта музыка странно растревожила меня, войдя в мои сны Однако, проснувшись утром, я понял, что музыка была порождена самими снами Столь удивительными, что в сравнении с ними потускнели даже эти таинственные звуки свирели Видимо, под влиянием рассказанных Берри легенд Мне приснилось, что дух мой витал над величественным утопающим в зелени городом Где вымощенные мрамором улицы, виллы и храмы, статуи, резные орнаменты и надписи Все говорило о былом величии Греции Мы посмеялись с Берри над этим сном Но мой смех звучал громче Друг был обеспокоен поведением рабочих с севера Они уже шестой день подряд Вставали очень поздно Двигались вяло, как в полусне Вот и сегодня выглядели совсем не отдохнувшими Хотя накануне легли рано спать Все утро я бродил по залитой солнцем деревне Заговаривая с рабочими Никаких особых дел у них не было Берри заканчивал последние приготовления перед началом работы Но на душе у всех было неспокойно из-за неясных тревожных снов Которые наутро забывались Я тоже рассказал им о своем ночном видении Однако оно оставило их равнодушными Оживились они только когда я упомянул о диковатой музыке Им помнится Тоже что-то такое слышалось Вечером за обедом Берри объявил, что работы начнутся через два дня Меня обрадовало это сообщение Хотя стало мучительно жаль всех этих мхов и вереска, ручейков и озер Но очень уж хотелось проникнуть в вековые тайны Которые могли скрываться в толще торфянников Этой ночью мне снова снился сон О поющих свирелих и мраморном городе Но он оборвался резко и пугающе Я увидел, как на город в Зеленой долине надвигается беда Чудовищный оползень обрушился на него И похоронил под собой все живое Не пострадал от жестокой стихии Только стоявший на высоком холме храм Артемиды Где престарелая жрица Луны, Клейс Лежала холодная и безмолвная С короной из слоновой кости На убеленной сединами голове Как я уже говорил, мой сон резко оборвался Непонятное беспокойство не отпускало меня Некоторое время я не понимал, сплю или бодрствую Звуки свирели, продолжали звучать в ушах Однако, увидев на полу холодные блики Луны Изрешоченные тенью готического окна Я понял, что все-таки нахожусь в замке Килдери Когда же где-то вдали часы пробили раз и другой Мне стало окончательно ясно, что я не сплю Но монотонное звучание свирели все же продолжалось Странная древняя музыка, вызывающая в воображении танцы сатиров На далеком Меналусе Она не давала спать, и я, поднявшись с кровати Стал в беспокойстве бродить по комнате По чистой случайности я подошел к северному окну И бросил взгляд на спящую деревню И на поляну у края болота Я вовсе не собирался глазеть в окно Смертельно хотелось спать Но звуки свирели так измучили меня Что надо было как-то отвлечься Однако увиденное, как громом поразило мое воображение На освещенной луной и просторной поляне Разыгрывался спектакль, который раз увидев Не позабыл бы ни один из смертных Под громкие звуки свирелей Эхом разносящиеся над болотом По поляне безмолвно и плавно двигались странные фигуры Поначалу мерно раскачиваясь Они постепенно достигали такого экстаза Какой охватывал в давние времена сицилийцев Исполняющих посвященный Диметре танец В ночь полнолуния перед осенним равноденствием Неподалеку от океана Открытая поляна Сверкающий лунный свет Танцующие призраки Однообразный звук свирели Все это вместе произвело на меня почти парализующее действие И все же я отметил, что половину этих неутомимых танцоров Составляли наемные рабочие Которые, по моим представлениям, давно должны бы уже спать Другую же половину составляли призрачные существа в белом При некотором воображении их легко можно было принять за наяд Живущих в озерцах, питающих болото Не знаю, сколько времени простоял я у окна, глядя на это зрелище Только в какой-то момент вдруг погрузился в глубокий полуопорочный сон без сновидений Из которого меня вывел только яркий свет солнца Моим первым порывом при пробуждении было пойти и поделиться Потрясшим меня сновидением с Деннисом Берри Но при свете солнца все выглядело иначе И мне удалось внушить себе, что это был лишь сон Возможно, я стал подвержен галлюцинациям Но ведь не настолько же, чтобы потерять контроль над собой И полагать, что я видел все это наяву Я ограничился тем, что расспросил рабочих Но, как и следовало ожидать, они хоть и проспали опять дольше обычного Ничего особенного не припоминали, кроме разея звуков музыки Я долго размышлял об этих странных звуках Гадая, не сверчки ли это завели свою осеннюю песню Раньше положенного срока, смущая по ночам честных людей Днем я видел, как Берри еще раз просматривает свои чертежи перед началом работ Итак, утром рабочие примутся за дело Впервые у меня от страха ёкнуло сердце И я понял, почему крестьяне бежали отсюда По непонятной причине мне тоже была невыносима мысль Что кто-то потревожит это старое болото С его сокрытыми от солнечного света тайнами Под многовековым слоем торфа мне представлялись поразительные картины Не следует так вот необдуманно выставлять на всеобщее обозрение то Что таилось там столько веков Мне хотелось найти удобный повод, чтобы покинуть замок и саму деревню Я даже попытался заговорить на эту тему с Берри Но быстро осекся, смущенный его издевательским смешком В молчании наблюдал я, как заходящее солнце Раскрашивает яркими красками дальние холмы И заливает Килдери таким ослепительным Кроваво-золотым светом, что это казалось дурным предзнаменованием Во сне или наяву происходили события наступившей ночи, не знаю Во всяком случае, самая изощренная фантазия не смогла бы породить большего Я, например, не в силах представить каких-либо разумных объяснений тому Куда после этой ночи исчезли люди из замка и деревни Я рано отправился в свою комнату, но полный тяжелых предчувствий никак не мог заснуть Меня томила изловещая тишина, царящая в этой отдаленной башне Хотя небо очистилось, ночь все же стояла темная Луна в те дни шла на убыль и восходила совсем поздно Я лежал и думал о Денисе Берри И о том, что случится с болотом, когда придет утро И, наконец, довел себя до такого состояния, что был готов сорваться с места Взять машину хозяина И помчаться в Болилоу прочь из этого проклятого места Но не успев прийти к определенному решению, я уснул А во сне снова увидел город в долине, мрачный и оцепенелый, отновившие над ним смертельные угрозы Возможно, меня снова разбудили громкие звуки свирели Однако после пробуждения не музыка занимала мои мысли Я лежал спиной к окну, выходящему на восток, где должна была взойти Луна И поэтому я ожидал увидеть на противоположной стене ее отсвет Но увидел я совсем другое На стене были блики Но не те, что дает Луна Я со страхом понял, что ярко-красный свет льется сквозь готическое окно Он заполнял всю комнату мощным невиданным сиянием Мое поведение было странным, и это неудивительно Только в книгах герой ведет себя в такой ситуации расчетливо и разумно Вместо того, чтобы взглянуть на болото и понять, наконец, откуда взялся новый источник света Я, даже не обернувшись к окну, стал торопливо натягивать на себя одежду Смутно надеясь поскорее отсюда удрать Помню, захватил с собой револьвер и шляпу, но они мне не пригодились Я потерял и то, и другое, так и не выстрелив из револьвера и не надев шляпу И все же любопытство мое пересилило страх Я подкрался к окну, чтобы взглянуть на непонятное алое сияние Высунулся наружу и... В эту минуту оглушительно запели свирели, наполняя своими звуками замок и деревню Поток яркого, зловеще-алого света струился над болотом Исходил он из загадочных руин на островке Руины, однако, странно изменились Мне трудно описать, в чем было дело, может, я сошел с ума Однако мне показалось, что храм снова стоит во всем своем великолепии Нетронутый временем, в окружении колонн, на мраморе его антаблемента Взметнувшегося ввысь, горели от света пламени Запели флейты, застучали барабаны И пока я, как зачарованный, взирал на это зрелище На освещенных мраморных стенах появились темные силуэты танцующих Выглядело все это невероятно Эффект был поразительный Я застыл на месте, не в силах отвести глаз от удивительной картины А тем временем слева от меня громко зазвучали свирели В непонятном возбуждении, охваченной тягостными предчувствиями Я пересек круглую свою комнату и подошел к северному окну Из которого просматривались деревня и поляна Уже то, что я видел прежде Мой разум отказывался постичь Но теперь у меня просто глаза на лоб полезли По залитой кроваво-красным светом поляне Двигалась процессия, которая могла привидеться разве что в кошмарном сне То скользя по земле То плывя в воздухе Медленно двигались по направлению к тихой заводе и дальше, к руинам Болотные призраки, укутанные в белое Двигались, образуя сложные фигуры Словно исполняли древний ритуальный танец Их бесплодные руки покачивались в такт режущий слух мелодии невидимых флейт Увлекая за собой наемных рабочих Которые тянулись чередой слепо и покорно, как собаки Словно повинуясь какой-то дьявольской силе Когда наяды достигли болота Из замка, пошатываясь, нетвердой походкой вышли новые жертвы Они появились из двери, расположенной под моим окном Прошли, как во сне, через двор Затем по деревенской улочке И присоединились на поляне к колышущейся веренице рабочих Несмотря на разделяющее нас расстояние Я тотчас понял, что это прибывшие с севера слуги И даже признал в одной из самых уродливых и неуклюжих фигур кухарку Ее обычные неловкие движения казались мне теперь почти трагическими Флейты по-прежнему издавали какие-то немыслимые звуки А со стороны острова снова послушался зов барабанов И тут наяды медленно и грациозно вступили в воды древнего болота А идущие за ними люди, не замедляя хода, тоже стали погружаться и вскоре скрылись под водой В красном зареве на поверхности болота с трудом разолечались расходящиеся по воде пузырьки воздуха Посредний пучина поглотила вызвавшую во мне жалость толстуху кухарку Когда скрылась и она, флейты и барабаны умолкли По меркой слепящей глаза свет, излучаемый руинами Деревня снова замерла в мирном свете только что в зашедшей луны Я был в полном смятении Схожу ли я с ума? Сплю? Наяву ли все это произошло? Думаю, спасло меня от общей участи то оцепенение, в которое я неожиданно погрузился Кажется, я молился Артемиде, Латоне, Персифоне и Плутону Словом, всем, кого вспомнил из классической литературы Пережитый ужас сделал меня суеверным Я понимал, что стал свидетелем гибели всей деревни, сомневаться не приходилось В замке остались только мы с Деннисом Берри, чье безрассудство и привело к беде При мысли о нем меня снова обуял такой страх, что ноги мои подкосились и я упал на пол, хотя сознание не потерял Внезапно я почувствовал ледяной порыв ветра с востока, где взошла луна И услышал в нижнем этаже замка отчаянные крики Вскоре они перешли в такой истошный вопль, что мне и сейчас становится страшно при одном лишь воспоминании о нем Могу сказать только то, что это был вопль моего друга Видимо, ледяной ветер и страшные крики заставили меня подняться Потому что, насколько я помню, я долго бежал по темным комнатам и коридорам, пока не выбрался наружу Меня нашли на рассвете, недалеко от Болилоу Я брел как потерянный, что-то бормоча, в полном беспамятстве Последнее, что я увидел в Килдере, доконало меня Картина была столь чудовищна, что мне не забыть ее до конца дней своих Она всегда встает у меня перед глазами, если я оказываюсь лунной ночью неподалеку от болота Итак, покинув проклятый замок, я мчался вдоль берега, как вдруг услышал какие-то новые звуки Ничего примечательного, но здесь, в Килдере, я их прежде не слышал Стоячие воды, в которых не водилась никакая живность, ожили Кишмязы кишели множеством крупных лягушек, которые громко и непрерывно квакали Лунный свет поблескивал на их раздувшихся зеленых боках Но свет струился еще из одного источника В его-то сторону они, казалось, с интересом глазели Я проследил за взглядом одной особенно жирной и уродливой лягушки И увидел такое, чего окончательно потерял голову От загадочного сооружения на островке протянулся к молодой луне Слабо мерцающий луч, не отражавшийся в водах болота А на этой мертвенно-бледной тропе Я с замиранием сердца Разглядел извивающуюся фигуру Неясную тень, сопротивлявшуюся невидимым демонам, которые тащили ее за собой Возможно, я сумасшедший Но этот силуэт Дикая чудовищная карикатура До странности напомнил мне того Кто был Деннисом Берри Девушки отдыхают